В региональном управлении Роспотребнадзора в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о том, как сегодня в нашей области обстоят дела с этим недугом. Как сообщило руководство ведомства, проблема распространения ВИЧ-инфекции остается актуальной последние 30 лет. Всего в мире насчитывается около 36 миллионов ВИЧ-инфицированных. По оценке ООН, ВИЧ-СПИД занимает пятое место среди причин смертности. В России ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается напряженной. Рязанская область относится к числу территорий Российской Федерации со средним уровнем заболеваемости в Центральном федеральном округе. За весь период наблюдения зарегистрировано 3 325 случаев ВИЧ-инфекции. Это среди жителей города Рязани и Рязанской области. Показатель заболеваемости по Рязанской области ниже, чем показатель на 100 тысяч по Российской Федерации. За весь период наблюдения умерло 1243 человека. Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в районах Рязанской области, таких как Скопинский, Захаровский, Пронский, Милославский, Михайловский, Рязанский, Старожиловский и непосредственно в самом городе Рязани. В текущем году ВИЧ-инфекция была выявлена у 292 жителей Рязанской области. На пресс-конференции также рассказали о работе по профилактике заболеваемости ВИЧ-спид, которая активно ведется в Рязанской области. Для этого региону в 2015 году было выделено около 3 миллионов рублей. Цель проведения дня борьбы со спидом – это направление к цели ноль. То есть ноль новых случаев, ноль дискриминаций, ноль смертей. К сожалению, из-за той цифры, которую назвала Лариса Анатольевна, в этом году погибло 74 человека. Действительно, Рязанская область относится к регионам со средней заболеваемостью, спидом, но мы понимаем, что все равно существуют риски. И Лариса Анатольевна уже сказала, это и трудовые мигранты, и те иностранные граждане, которые вынуждены прибыли на территорию Рязанской области. Что, собственно, радует с одной стороны, что в Российской Федерации и в Рязани дела обстоят не так плохо. Но мы должны понимать, что те риски, которые существуют вокруг нас, мы должны быть к ним готовы. Сейчас на учете в Рязанском центре спид состоит около 2300 человек. 916 из них получают назначенную терапию. 90% ВИЧ-инфицированных в Рязанской области – это люди в возрасте от 15 до 40 лет. За все время наблюдений в регионе родилось 676 детей от инфицированных матерей. 32 из них передалась ВИЧ-инфекция. В настоящее время в Рязанском центре спид на учете состоит 30 таких детей. 19 из них получают антиретровирусную терапию.